А я перед началом видео хотела сказать тебе, чтобы ты подписался или подписалась на мой телеграм. Там выходят анонсы к разным видосам, там я говорю дата выхода и, может, иногда кидаю какие-нибудь спойлеры. Название и QR-код ты видишь на экране, а также в описании на него будет ссылка. Пайт-симулятор — одна из самых популярных игр в Роблоксе. У неё было три части — Пайт-симулятор первый, второй и X. Сегодня мы разберём, в чём был успех первой части. Почему вторая часть не понравилась игрокам? И почему Пайт-симулятор X до сих пор популярен? Первый Пайт-симулятор вышел в августе 2018 года. Разработчик Big Games. Основатель Big Games — Пресса. О нём много неизвестно. До этого он делал много игр, но они не обретали особой популярности. Но Пайт-симулятор стал очень успешным. В нём был уникальный на то время геймплей. Из-за него игроки полюбили этот плейс. Игра развивалась, выходили обновления, появлялись новые локации, люди донатили. Престон зарабатывал с этого. Всё было хорошо, но в один момент обновления стали выходить реже, а потом и вовсе перестали. 1 февраля 2019 года вышло финальное обновление. А потом затишье и почти на год. Вторую часть активно анонсили, а сама она вышла 1 декабря 2019 года. Все фанаты игры ждали разнос от Престона. Сама эта игра получилась интересной. Мне понравились новые локации, система улучшений и система золотых и радужных питомцев. Но если всё так радужно и прекрасно, то за что игра так не понравилась многим? Донат! Да, я всё понимаю. Разработчик должен получать доход с игры. Но без випки вылезшено нескольких прав. Первое — это трейд. Престон просто убрал возможность обмениваться питомцами без випки. А это значит, прощайте раздачи и подарки. Второе — ранний доступ к новым локациям. Представьте ситуацию. Выходит обновление с новой локацией. Вип игроки получают доступ к ней сразу. А обычные игроки играют на старой локации. А чтобы они получили доступ к новой локации, надо ждать новой обновы. А между ними могло пройти полмесяца. И больше. И если это моя любимая игра, то мне не жалко потратить 400 или 500 робоксов. Но они сделали эту випку в виде подписки. Так, спокойно, Игорь. Было три вида подписки. Первая — на два часа. И она стоит 130 робоксов. Для сравнения, это на 45 робоксов меньше, чем випка в первой части. Но там она была навсегда! Вторая — на три дня. За 539 робоксов. Ну и третья — навсегда. За 2 700 робоксов. И там написано, что это 40% скидка. У-у-у-у. Так это вы же такие щедрые, добрые. Сделали скидочку. Престан, какой же ты всё-таки... ДОБРЯК! За эти 2 700 робоксов можно купить несколько хороших геймпассов в Х-части. Или вообще потратить в других плейсах. Ладно, давайте перейдём к последней части ролика. Вот мы и подошли к последней части на данный момент. Pet Simulator X вышел необычно, в отличие от предыдущих двух частей. Сначала в первых двух частях появились загадочные таблички с обратным отчётом. А потом на канале Big Games появился тизер Pet Simulator X. Все очень ждали его выхода. И когда он вышел... Он полностью оправдал ожидания игроков. Было изменено и удалено то, за что захейтили вторую часть. Обновления выходили часто, но в июле они резко перестали выходить. Все начали думать, что Престан готовит новую часть. Но в октябре он возвращается с совершенно обычного обновления. Как будто никакого отсутствия-то и не было. И с этого момента обновления стали выходить каждую неделю. Вот мы и дошли до нашего времени. Я всё ещё удивляюсь тому, как Престан всё ещё не перегорела от обновлений каждую неделю. Во время того, как я записывал футажи, которые вы видели на протяжении всего видео, я заметил, что Pet Simulator X... Да твою мать, уведомление! Я заметил, что Pet Simulator X стал каким-то оказуаленным, что ли. Потому что теперь за 5 минут игры тебе дают питомца сразу на 2 миллиарда. Как-то слишком мамбово на начальных этапах вам не кажется? Ну, а вы были на канале Гора. Всем пока! Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова